Ежегодно в соответствии с законом Краснодарского края о квотировании рабочих мест формируется перечень предприятий, имеющих в своем штате более 35 сотрудников. Для таких организаций устанавливается квота на трудоустройство в размере 3% для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году рабочие места были выделены на 263 анапских предприятиях. Создано 743 рабочих места для инвалида только. Из них 512 рабочих мест было заполнено в этом году. То есть мы видим, что вакансии эти востребованы. Инвалиды, которые желают работать, они на работу устраиваются. На сегодняшний день у нас более 200 вакансий свободных. Вакансии разные, как квалифицированный труд, так и неквалифицированный. То есть можно устроиться, например, уборщиком служебных помещений, а можно также устроиться врачом, или инженером, или администратором, бактериологом. То есть вакансии настолько разные, выбор большой для всех. Зависит все от квалификации работника и от его опыта работы. Владимир Берецкий и Ростислав Пельхер работают в Анапском многофункциональном центре. Ребята с ограниченными возможностями здоровья. Но это нисколько не мешает им наравне со всеми выполнять свои обязанности. Они предоставляют государственные и муниципальные услуги в электронном виде, а также регистрируют посетителей МФЦ на сайте государственных услуг. Сейчас этот сервис очень востребован. От желающих зарегистрироваться в буквальном смысле нет отбоя. Но молодых специалистов объем работы не пугает. Скорее наоборот. Они готовы и к большему функционалу, и в планах карьерный рост. Работается свободно, есть рост, все стабильно, есть куда расти дальше. Работать нравится. Какой-то определенной напряженности в моей работе сейчас я не нахожу. Мне здесь очень нравится. Здесь очень хороший коллектив. Меня здесь очень быстро всему обучили. Дали время, чтобы я освоился. И вот сейчас я здесь в полной мере оказываю услуги. Руководитель МФЦ считает, быть социально ответственным – долг каждого работодателя. И окончательно развеивает стереотип о сложностях сотрудничества с инвалидами. Наоборот, зачастую эта категория граждан более ответственно подходит к работе, так как знает ей цену. Эти ребята – такие же полноценные сотрудники, как и любой из наших сотрудников, который работает в Анапском многофункциональном центре. А в некоторых даже случаях, как мне лично кажется, эти сотрудники берут на себя еще более, так сказать, больший объем работы, чем, скажем так, могли бы делать и обязаны делать. Порой остаются после работы, если не успевают, если не справляются. То есть в течение дня, постоянно без отрыва, скажем так, от рабочего места занимаются своей работой. Ну, в целом, я буду ходатайствовать еще перед центром занятости, у квотирования, наверное, еще нескольких рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Анапа – город безбарьерной среды. И обеспечение гарантии трудовой занятости малозащищенным категориям граждан – одна из приоритетных задач. Добросовестные работодатели знают и выполняют требования, безответственно и дисциплинируют закон. Кроме того, что работодатели принимают сейчас активно на работу, если работодатель заявляет вакансию и мы не можем длительное время туда подобрать инвалида, то работодатели пересматривают место квотируемое, то есть могут принять на работу по другой профессии. Кроме того, если вдруг не выполняется, не создается рабочее место или инвалид на работу не принимается, есть система штрафов. Сейчас на курорте проживает более трех тысяч трудоспособных инвалидов. Около половины из них заняты, остальные по разным причинам нет. Специалисты Центра занятости населения совместно с соцзащитой проводят мониторинг и выясняют причины отказа от работы и помогают инвалидам подобрать занятость по душе. По всем вопросам трудоустройства можно обратиться по адресу. Улица Калинина, дом 12А или по телефону горячей линии 8 861 33 402 38.